Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Сегодня расскажу вам о криптомерии и покажу вам сорта криптомерии, которые есть у меня в наличии, которые планирую высадить у себя на участке. Вот сегодня приобрел, был в магазине Лето, приобрел вот такую криптомерию. Это карликовая форма, это криптомерия японская Йокохама. Это карликовый сорт, вырастает до 50 см в высоту, ну максимум 60 см в высоту. И в ширину 60-80 см, бывает в ширину. Ну вот видно, да, высота его, наверное, сантиметров 30 см. То есть это уже довольно-таки взрослое растение, карликовое. И, кстати говоря, по очень хорошей, привлекательной цене. Вот такая цена, всего-навсего, на такую криптомерию была. В общем, собираю потихоньку коллекции криптомерий. Вот у меня сейчас вот такая криптомерия есть. Вот, как вот видно, да, это будет у меня под пологом леса расти. То есть у меня будут солитеры высокие растения, и под ним уже будут идти вот такие вот низкоростные криптомерии, какие-то магнолии и так далее. То есть, ну вот, вот так. Следующая криптомерия, это вот криптомерии японские, но это из Elegance сорт. Ну вот, судя по всему, изначально, я думал, это разные сорта. Вот, это я, как уже рассказывал, был на цветочном рынке у нас, на оптовом. В общем, перед Новым годом привезли криптомерию, ну, ветки привозят перед Новым годом, хвойных разных растений, там люди делают какие-то композиции. В общем, украшают дом себе, чтобы аромат от хвои был и так далее. В общем, вот привезли, ну, называлась она Мережка, ее называли Мережка. Ну, вся с семенами была. В общем, я-то увидел, что это криптомерия, собрал оттуда семена, понасеял. В общем, у меня взошло, ну, небольшое количество, но были всходы. В общем, людям пораздавал, где-то что-то кто-то купил, кто-то так взял. В общем, в итоге одно растение решил оставить для себя. Вот, получилось. Это уже, наверное, двухлетние растения. Вот, видите, прирост молодой, вот в этом году. Вот так дал. Это криптомерия трехлетняя. Это три года ей. Вот. Это два будет, я так думаю, высоких дерева. Пока вот держу для себя. Вот она очень интересная ветвица. Видите, вот верхушка идет, и вот так вот начинает ветвиться, делиться. Недавно приобрел вот такую криптомерию шарообразную. Динджер. Видите, криптомерия Динджер. Вот. По... Тоже она невысокая будет. Вот. В виде шарика. Видимо, там какое-то время она у них стояла, повыпривала. То есть они вот там повыстригали засушие какие-то ветки. Ну, в общем, вот где-то там снизу что-то еще выбивает. Ну, в общем, я ее сразу привез и пересадил сразу в больший горшок. В хорошую почву. В общем, чувствует себя она хорошо. В общем, вот у меня теперь есть четыре криптомерии, которые планирую себя высадить. Конечно, там были такие классные еще криптомерии. Желтого цвета криптомерия. Потом криптомерия еще шарообразная. По-моему, стоила 1500 с копейками. То же шарообразная, низкая. Ну, хвоинки другие были. Вот эти хвоинки крупные, а у той были хвоинки помельче. В общем, вот такие криптомерии. Чем хорошо ценится это растение? Ценится тем, что выделяет эфирные масла в воздух. То есть в воздухе содержатся эфирные масла от данных растений. Эти эфирные масла, скажем так, дезинфицируют воздух. То есть фитонциды, другим словом. Они дезинфицируют воздух, убивают болезнетворные микробы и так далее. Ну, по аромату хвои, криптомерию нельзя соотнести ни с каким хвойным растением. У нее свой аромат хвои. Довольно приятный аромат вот этих шишек, веток. Просто, ну, не спутать ни с чем. Так же, как вот кипарис, не спутать ни с чем аромат кипариса. Вот тут то же самое, вот и аромат вот криптомерии. Кто-то скажет, возможно, недостаточно красивое растение. Выглядит, возможно, кто-то скажет, как обычный можжевельник. Ну, не знаю. Мне кажется, что классные растения. Необычные вполне. Поэтому вот такие вот криптомерии. Пока в горшках у меня они. Но сейчас подготовлю клумбу. Будет у меня такая клумба, как под японский сад сделаю. И вот это вот новенькое криптомерии. Вот так. Вот у них очень мелкие вот такие вот хвоиночки. Вот. Вносительно пальца. Такая довольно колючая, сбитая форма. Ну, приятная такая форма. Сейчас покажу вам еще мои сходы. Араукарии сразу, потому что, возможно, кому-то интересно, как выглядят араукарии у меня из семян, которые зашли. Вот они уже начинают делиться. Араукарии, кстати говоря, в садовом центре тоже были чилийские. В печальном виде. 4,4 200, по-моему, цена была араукарии. Ну, скажем так, в два раза больше, чем вот это. Тоже приблизительно в таких горшках. Вот. Причем такая пожженная на солнце. Они выставили на солнце, видимо, из... Ну, в общем, в печальном состоянии. В общем, вот из всех араукарий у меня, в принципе, выжили все. Вот эту единственное я загубил. Вот. Видно, да? Загубил. Ну, в общем, начал верхушку снимать. Не нужно было этого делать, скорее всего. Ну, в общем, загубил. А так вот, из десяти, скажем так, девять штук выжили. Вот. Даже вот уже, видите, начинают делиться. Вот. Пожалуйста, это тоже вот уже делится. И вот в стаканчике, пожалуйста, тоже вот из семян спокойно идет. И вот здесь то же самое. Вот сейчас покажу. Вот другие. Вот. Нет, пожалуйста. Вот тоже верхушка. Не вышло никак. Ну, надо было там ту тоже верхушку не трогать. Я тронул. В общем, повредил. Снял вот эту сухую оболочку. И она, короче, засохла. Этого делать не нужно. Сорняки уже прорастают. Этого делать не нужно. Лучше вот оставлять. Пускай она сама растет. Само влазит из вот сухого вот этого семечка. Вот эта семечка, видите, вот уже от него отвалилась. Все. Толку с ним нет уже. В общем, вот так вот выглядят. Эти позже взошли. Есть те, которые взошли пораньше. Они вот уже выглядят вот так. Сразу я постарался сразу пересадить с вот таких вот стаканов. Вот в такие емкости. Есть возможность. Тем более. Это тоже уже все. Уже не нужная семечка. Все спокойно оно растет. Вот видите, семечка уже сама отвалилась. Оно уже от него не питается. Вот. Вот видите, уже все. Вот такие вот у него семена были. В общем, раукария тоже чувствует себя хорошо. Планирую, конечно, выращивать ее в открытом грунте. Пару штук, возможно, высажу в открытый грунт. Оставлю на зиму. Но, конечно, в идеале раукарию лучше первый год занести в дом. Чтобы она перезимовала где-то в доме, в прохладном помещении. И уже следующей весной, где-то в мае месяце, высадить в открытый грунт. И на второй год уже можно оставлять ее на улице. Криптомерия, в принципе, зимует неплохо. Она... Окрас у нее такой становится бронзовый. И, в принципе, она зимует вполне терпимо. Вот покажу вам кипарис, который вот у меня новый сорт получился. Вот такой вот, видите, желтый. Это кипарис вечно зеленый. Вот обратите внимание, вот такой вот желтый прирост. Один из многих, много семян я получал. Вот один получился вот такой. В общем, я его отдельно держу. Отдельно посадил себе в горшочке. В общем, держу его, посмотрю. Тоже хочу его посадить в грунт. Сделаю клумбу. Вот вместе, наверное, с этими криптомериями где-то посажу. Вот так же туда пойдут каменные дубы. Буду смотреть, буду думать, вот как это все сделать. Потом сниму для вас обзор, покажу, скажем так, видеоотчет. Завтра придут люди, будут убирать вот эти сорняки. Потому что уже сил нет бороться с этими сорняками. Сорняки просто везде. Только прорываю клумбу. Одну из клумб прорвал. Перехожу на другую. Две-три клумбы почистил. Пока до конца дошел, эти опять сорняками. И опять то же самое. Несмотря на то, что я вот все вот вроде казалось бы застелил. Все равно семена прилетают. Все равно сорняки растут. Вот. Поэтому. Ну, конечно, не так растут за счет того, что застелено. Но все-таки растут сорняки. Вот это недавно прорывал. Смотрите, опять все в сорняках. То есть это определенный труд. Вот определенный... Вот. Определенная работа постоянно проделывается. Раз в неделю стабильно проделывается. В общем, вот так. Вот у меня еще хотел показать вам линкаранские акации. Вот тоже линкаранскую акацию. Вот эту держу для себя. Посмотрите, какой цвет. Коричневый хвоинок. Ой, хвоинок. Листвы. Вот такой вот. Да, это не сортовая. Это выращенные мной из семян. Но вот некоторые, которые из семян выращиваешь, бывают вот такие вот красивые. Вот такие какие-то коричневые вот такие вот листочки. Вот есть другие. Это не совсем такая чуть-чуть у нее. Эти вообще зеленые. Вот в таком вот формате. Болотный кипарис очень уж сильно растет. Его весь уже скривит от... Надо, конечно, поставить опору. Вот видите, да, в каком состоянии его его склонило. Надо ставить, конечно, опору, подвязывать его. Очень быстро растет. И вот мета секуэ моя. Вот уже в человеческий рост. Уже метр семьдесят, наверное. Вот. Ну, вот такая вот мета секуэ. Прекрасно выглядит. Вот. Со временем, я думаю, ствол оголится. Верхушка уйдет вниз. То есть на следующий год буду ствол оголять, очищать. И вот эту верхушку буду оставлять. А вот этот ствол будет просто голый ствол. Пообрезаю. Остальное все уйдет на черенки. Вот. И с болотным кипарисом то же самое. Сделал этот низ весь, уберу. Вот только верхушка останется. Подвяжу ее. Так же будет, в принципе, растет. И здесь. Все. Сейчас нужно делать опять полив. Потому что утром вроде полив сделал. Жара стоит. Все опять пересохло. Вот. Полив нужно делать обязательно регулярно. Особенно для черенков. Черенки нуждаются в поливе. Буду сейчас также включать поливалку. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok